Господин Зеленский, вас много критикуют с тех пор, как вы стали президентом. Я думаю, вы и без меня это заметили. А я попробую немного похвалить вас, поговорить об успехах. Вы один из основателей квартала 95. Компания, она производит телесериалы. И вот два телесериала квартала прошли с большим успехом в России. Это 100 тысяч минут вместе и Папик 2. Причем одна из серий Папика была настолько успешная, что вошла в топ-5 федеральных программ за неделю. То есть с россиянам зашла. Показывал телеканал СТС, русский телеканал СТС, Папик. Им настолько понравилось, что они в субботу крутили 11 часов подряд сериал квартала. Можно было бы считать это большим успехом, если бы у нас не было войны с Россией. Всегда ведь приятно, когда украинские компании захватывают чужие рынки, зарабатывают там. Но проблема и ложка дегтя в этой успешной истории в том, что когда вы стали президентом, вы ввели санкции СНБО против телеканала СТС. И всем украинским компаниям запрещено с ним торговать. И даже выполнять обязательства перед телеканалом СТС. Это же русский телеканал. Что сделал квартал? Он продал права на свои сериалы шведскому посреднику. И вот этот шведский посредник уже продал в Россию. Таким образом получается, что квартал зарабатывает деньги на рынке России. Они идут в Швецию, потом, наверное, возвращаются в Украину. Вот как вы полагаете, это теперь всем украинским компаниям можно обходить санкции СНБО через каких-то там посредников. И вот как вы считаете, корректно ли будет сравнить, что компания квартал 95 президента Зеленского зарабатывает в России, так как зарабатывала, например, компания президента Порошенко, у него же там была либецкая фабрика Рошен, тоже работала на рынке в России. И вы справедливо критиковали Порошенко прямо на стадионе за это. Вот насколько корректно это будет сравнение? Спасибо. Давайте, спасибо, Альжи. Во-первых, я не работаю в компании студия квартал 95, при всей моей любви, ну почему понятно, я в трастовый никакой фонд, никуда. Я не передавал свою компанию, как сделать Порошенко, поэтому мне кажется, что он просто уходил от тех или иных дивидендов, а сам нормально в разгар войны торговал. Мало того, мне кажется, присутствовала там, значит, эта фабрика, она там стояла, она не продавала куда-то конфеты, а конфеты откуда-то переезжала. Второе, некорректно сравнивать вообще медиапространство с конфетами, потому что, кстати, конфеты эти продавались и на временно оккупированных территориях, полно фотографий, и так далее, кстати, что вы их не выкладываете, мне кажется, у вас есть доступ к этому. И эти конфеты продавались в этих сепаратистских полках там и так далее, там подобное. Ну, продавались и продавались. Теперь, что касается шведов. С шведами студия квартал 95 заключила договор, мне кажется, лет за 10. до начала войны, мне так кажется. А это наш, ну, ребят, тогда еще наш, да, был, эксклюзивный партнер, проданные права им на мир. Они продают товар студии квартал 95 в 40 стран. Вот что, собственно говоря, происходило и происходит, ну, насколько мне известно. Мало того, я вам скажу честно, вот то, что вы назвали, там название какого-то сериала, честно, вот первого. 100 тысяч минут вместе и папик 2. Я просто не знаю даже, что это такое, 100 тысяч минут вместе. Ну, так я вам скажу честно. Я, я действительно к этому так отношусь. Я вышел из компании. Бренды, которые мне там принадлежат, вот, Двечерний квартал, там, Рассмеши комик и так далее. Ну, вот, да, у меня есть права на эти бренды. А что касается, вот, я не участвую ни в оперативной деятельности. Я передал, я все отдал. Меня это не интересует. Меня это, конечно, у меня большая любовь к ребятам из Вечернего квартала, которые очень прекрасно, кстати, критиковали то, что вы говорите. Критиковали, но это же не критика. Критикуешь все-таки средства массовой информации. Это была сатира. Это был юмор. Дальше вы мне говорите про, там, канал из СТС, РНБО. Смотрите, я еще раз говорю, я разделяю, разделяю абсолютно. Я вышел из бизнеса, я этими занимаюсь. Обводил я против всего списка. Я даже не знаю, где, что транслируется. А зачем мне это? Я как президент должен защищать свое украинское медиапространство. Кстати, а вот давайте сейчас посмотрим. А хорошо, что сериал «Слуга народа», кстати, шведами был продан русским. Ну, правда, они показали одну серию. Вы знаете, да? Мы их выключили прямо из эфира. Им позвонили из Кремля, насколько я имею в виду, известные, и прямо выключили. Что-то, чтобы Гаустян не стал президентом, понятно. Я не знаю, может Гаустян, а может быть другие люди, а может быть те люди, которые сегодня, собственно говоря, которые сегодня находятся за решеткой. Мы не знаем, у кого большое доверие, и у кого есть действительно этот шанс. И кто готов на это? Кто на это готов поставить свою репутацию? Готов на это? И готов отдать свою жизнь? Мы не знаем. Мы не знаем. Поэтому это сложный вопрос. Был ли там человек, и есть ли вообще там такой человек? Я думаю, что желающий много. А есть ли там человек, который на это пойдет? Вот. Вот это очень важный момент. Да, так вот этот сериал там выключили. А я считаю, что он бы там был классной информационной ракетой. Это тот случай, когда пойди пойми, что хорошо, что туда информационно попадает, что нет. И так же, как и у нас. Ведь у нас же тоже с вами есть каналы, которые там долгое время или до сих пор на YouTube пространстве и транслируют политику Российской Федерации. Правда, они говорят, что это просто другое мнение. Поэтому власть против. Ну почему? Кстати, за что товарищ Бутусов меня, между прочим, хвалил. Раз в своей жизни хвалил по поводу Мерзичака. Даже что-то там написал, что, мол, не важно, что дальше сделает президент, но вот за это, мол, вот и так далее. Продолжение следует...